Здравствуйте, с Вами технический обзор от лаборатории Астроскоп и я Виктор Леонидов. Бинокль и подзорная труба не всегда способны продемонстрировать все красоты, которыми бы Вы хотели полюбоваться во время отдыха. Вот тут на помощь и придет компактный телескоп для путешествий. Ну да, не удивляйтесь этому немного непривычному сочетанию. Итак, герой сегодняшнего обзора телескоп Celestron TravelScope 70 – короткофокусный светосильный рефрактор на легком фотоштативе. По уже доброй традиции компания Celestron всегда тщательно подходит к упаковке своих оптических приборов. Под крепкой, но невзрачной транспортной упаковкой скрыта красиво оформленная подарочная коробка. Первое, что мы видим при распаковке – это небольшой, но прочный и удобный рюкзак из черного полиэстера. В нем в специальных отделениях уложена труба телескопа и все его аксессуары. Широкие и мягкие лямки рюкзака позволяют легко нести его даже ребенку, ведь вес телескопа не более полутора килограмм. Остановимся на основных особенностях этой модели. И поверьте, описание займет больше времени, чем подготовка телескопа к наблюдениям. Телескоп комплектуется легким дюралевым четырехсекционным фотоштативом высотой более полутора метров. Голова штатива имеет удобную рукоятку для наведения и сопровождения объекта, а также винты фиксации положения телескопа. Площадка крепления оснащена стандартным фотовинтом четверть дюйма и пузырьковым уровнем. На трубе телескопа установлена небольшая пластина «ласточкин хвост» с ответной резьбой. Так что установка трубы на штатив занимает буквально несколько секунд. Заметим, что для такого относительно скромного инструмента телескоп имеет очень богатую комплектацию. Тут и инструкция, и два компакт-диска с программой планетарием и многоязычной документацией и даже салфетка для ухода за оптикой. Кроме того, два неплохих окуляра размером 1,25 дюйма, сорокапятиградусная призма, дающая полное прямое изображение и оптический искатель 5х24. Установим искатель, заметив, что какой-либо инструмент для этого не понадобится. Теперь осталось вставить в фокусер призму, а в нее окуляр и телескоп готов к наблюдениям. Мы рекомендуем мне раздвигать треногу на всю высоту, что позволит снизить вибрации, присущие штативу в полностью разложенном состоянии. Что же, пока не стемнело, рассмотрим телескоп и аксессуары подробнее. Труба телескопа металлическая с широкой пластиковой блендой, которая закрывается двойной крышкой с центральной диафрагмой. Сняв меньшую крышку, можно уменьшить яркость объектов или использовать диафрагму для изготовления солнечного фильтра. Под блендой скрыт линзовый ахроматический объектив в пластиковой оправе. Все поверхности линз объектива просветлены. Он строит яркое, контрастное изображение с хорошей цветопередачей. Фокусер телескопа рейчный, стандарта 1,25 дюйма, выполнен из пластика, однако благодаря хорошему исполнению и возможности регулировки усилия ход фокусировки плавный, без особых люфтов и перекосов. Приятной особенностью фокусера является наличие T-резьбы для установки фотоаксессуаров. Комплектные окуляры тоже просветлены, имеют большие глазные линзы, удобные резиновые наглазники, металлические юбки и чернение внутренних поверхностей, что способствует вполне достойной картинке, видимой в телескоп. Небольшие увеличения и широкое поле зрения, на которые рассчитан телескоп, дают прекрасную возможность для получения практического опыта в ориентации на звездном небе, поиске, ознакомлении с крупными и яркими небесными объектами. В комплектный 20-ти миллиметровый окуляр без труда нашлась планетарная туманность М27 в созвездии лисички, больше известная как гантель. Цветов конечно мы не различили, но форма туманности контрастно выделялась на фоне россыпей Млечного Пути. Шаровые скопления тоже вполне доступны для наблюдений в этот небольшой, но светосильный телескоп. Разрешить их на звезды конечно невозможно, но маленькие туманные пятнышки не оставят равнодушными даже искушенного наблюдателя. Туманность Андромеды полностью поместилась в широкое поле зрения, прекрасно наблюдалось ядро огромной спиральной галактики и более яркий ее спутник, небольшая эллиптическая галактика М32. Но эффектнее всего, на наш взгляд, в такой небольшой телескоп смотрятся рассеянные звездные скопления. На малом увеличении и широком угле они действительно смотрятся звездными раями среди пустынных просторов Вселенной. На ярких звездах величественных плеяд был замечен небольшой хроматизм, но это не резало глаз и не мешало любоваться прекрасной картинкой звездного семейства. Для планетных наблюдений с комплектными окулярами телескоп в общем-то не рассчитан, за исключением пожалуй Луны, на которой даже при увеличении сорок крат заметно большое количество крупных деталей. Тем не менее, с некомплектным пятимиллиметровым окуляром на нашем спутнике обнаружилось гораздо больше подробностей. Конечно, на контрастных переходах лунного диска хроматизм стал заметен больше, но общее впечатление от телескопа это не испортило. В тот же пятимиллиметровый окуляр Юпитер показал экваториальные полосы, полярные потемнения и конечно систему галилеевых спутников. Такая картинка без сомнения поразит особенно если это происходит впервые, мало кого могут оставить равнодушными. В целом, этот телескоп оставляет очень приятное впечатление, полностью соответствует своему названию и сможет стать вашим незаменимым спутником на отдыхе. Главные преимущества данной модели – компактность, небольшой вес, хорошая комплектация, практически мгновенная готовность к работе. Недостатки. Вибрация штатива и хроматизм изображения на больших увеличениях. Правда, телескоп и не рассчитан на их применение. Итак, сегодняшний вывод лаборатории Астроскоп. Телескоп подойдет для любителей путешествий и наблюдателей за природой, а также для начинающих любителей астрономии, которые только приступают к знакомству со звездным небом. С вами был технический обзор от лаборатории Астроскоп. До скорой встречи в нашем магазине.